Ребята, всем привет! Меня зовут Лиза, и я очень рада приветствовать вас на своем канале, где я вещаю о том, каково быть мамой двойней. В сегодняшнее видео я бы хотела посвятить довольно насущному вопросу, а именно вопросу покупок, которые необходимо совершить родителям перед тем, как их малыш появится на свет. В моем случае это было два малыша, и мне казалось, что покупок должно быть больше. Денег на это должно быть потрачено больше. И всяких других гаджетов, в принципе, как для детей, так и для меня, как для мамы, должно быть больше. Но перед тем, как, собственно, что-то покупать, конечно же, посмотрела много видео на данную тему. Спасибо большое Ютубу за то, что предоставляет такую возможность, и спасибо большое всем тем людям, мамам, которые записывают подобное видео, потому что это очень полезно. И я надеюсь, что мое видео тоже окажется для вас полезным, потому что недавно моим мальчикам исполнилось шесть месяцев, и это, я считаю, прекрасная дата, не только для того, чтобы съесть вкусный тортик, но и для того, чтобы подвести определенные итоги, что же на самом деле нужно малышам в первые полгода жизни, какая нужна одежда, какие нужны гаджеты и всякие другие штуки-дрюки, чтобы спокойно существовать и вести быт. Но перед тем, как начать обсуждение данного вопроса, я бы хотела сказать огромное спасибо всем тем, кто смотрит меня, всем тем, кто меня лайкает, комментирует, подписывается на мой канал. Для меня это огромная награда. На самом деле я поняла мотивацию блогеров, положительные отклики, которые я получаю в комментариях, пускай их не так много, но это только пока. Это огромный мотиватор, правда. Ребята, пишите свое мнение обязательно касаемо моих видео. Может быть, вы с чем-то не согласны или согласны, или просто скажите мне спасибо, или просто поставьте класс в комментариях и оцените мое видео. Подписывайтесь на мой канал, мне будет это очень приятно. Наверное, поехали. Итак, у меня здесь есть замечательный такой вот листочек. Я здесь выписала все покупки. Это оказалось довольно просто. Хотя перед тем, как я готовилась к этому видео, мне казалось, что это будет ужасно сложно. Но нет, все покупки я совершала на Вайлберисе. И это очень упрощает задачу. Там в целом для меня это очень удобный формат. Не приходится никуда ходить, что-то выбирать. Там сразу можно посмотреть карточку товара, отзывы. В целом все о товаре узнать и понять, нужен тебе этот товар или нет, соответственно, его купить. Вот. Начнем мы, наверное, с одежды. Скажу для начала, что родились мальчики ростом 50 и 48 сантиметров и весом 2,890 и 2,670. И вся одежда, которая нательная, она была куплена 56 размера. Та, которая второй слой, комбинезон, конверт на выписку, это все куплено было 56-68 и, возможно, в некоторой одежде побольше был размер. Все зависит от размерной сетки производителя, поэтому, казалось бы, один и тот же размер у разных производителей выглядит совершенно по-разному, что очень забавно на самом деле. Я постараюсь по факту говорить, чтобы было поменьше болтовни, хотя я очень люблю поговорить. Но, тем не менее, я купила 6, перед самими родами, я купила 6 комбинезончиков. Я вставлю где-нибудь картинку, как это все выглядит, чтобы вы понимали вообще. Может быть, я добавлю еще, кстати, артикулы в описание. Просто уже когда я готовилась к этому видео, я поняла, что не все карточки товара сохранились, некоторые товары удалены, поэтому и артикула нет, соответственно. И товара нет, и показывает, собственно говоря, ничего. Но, тем не менее, я прикреплю где-то здесь карточку фото, как это выглядит, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Мой фаворит в одежде – это слипы комбинезоны. Обычные хлопковые у нас были с антицарапками, которые потом можно было открыть, и, соответственно, ручки будут голые. Кнопки были полностью по всему телу на две ножки. Это очень удобно. Действительно, одежда никуда не убегает. Ребенку в ней комфортно. И в целом я осталась довольна тем, что я приобрела именно вот эти комбинезоны. Мы их носили из-за того, что мы такие небольшие мальчики, мы носили их где-то до месяцев 4,5-5, потом уже я приобретала другие. Но я также думала, надо, наверное, купить распашонки, купить ползунки. Потому что все равно дети склонны к тому, чтобы срыгивать, или там покушал рубашечку, будет мокрая, взял, переодел. Это же намного проще, чем полностью комбинезон переодевать. И поэтому я купила распашонки, и я купила ползунки. Распашонки в целом... Я даже вот скажу, распашонки я покупала всего лишь 4 штучки от разных производителей. Одни я покупала прямо с антицарапками. То есть ручки не открывались вообще. Это очень удобный был вариант. Но я их надевала под пеленку. Мальчики первый месяц жизни вообще были в пеленках. Это была зима, это было холодно. Соответственно, они просто пеленались и спали. И поэтому в целом одежда им первый месяц жизни вообще никакая не понадобилась. Ну, кроме чепчиков. Да, чепчики, пеленки. И пеленки тонкие, и пеленки теплые. И распашонки иногда я надевала, и все. Вот. Я купила также ползунки. Ползунки тоже неплохой вариант. Но есть несколько критерий. Во-первых, конечно, это чистый хопок. Потому что деткам так намного комфортнее. Я, например, люблю такую одежду, которая дышит. Второй критерий. Это чтобы был конкретно сделан носочек. Я приложу ползунки. Вот идеальные вообще ползуночки. Носочек есть. И есть толстая резинка, которая держит ползунки, собственно, на ребенке. Потому что вот эти ползунки – это антиреклама ползунков. Это абсолютно неудобно. Тонкая резинка ничего не держит. Из-за того, что ножка просто… Она никак не зафиксирована носочком. Они постоянно слетают и постоянно приходится поправлять эти ползунки. Детки дрыгаются, ворочаются. Это вообще неудобно. Поэтому для меня вот… Если бы я сейчас собирала корзину для малыша, я бы купила, наверное, только комбинезоны. И все. Из одежды. Вот. Также я покупала бодики. Тоже как бы не самый удобный вариант, на самом деле, для меня. Почему? Я объясню. Потому что детки растут, тельце вытягивается. И не всегда комфортно ребенку застегивать этот комбинезон, этот бодик под памперс. Потому что прям чувствуется натяжение ткани. Ты чувствуешь, как ребенок прям такой вот так вот стягивается. И я уже потом даже не застегивала. Использовала просто как распашонки. Но, опять же, это неудобно. Вот. И даже не застегивала под памперс. Особенно ночью. Да, бывает жарко. Сейчас лето. Да, да, жарко. Дети спят, не знаю, там в трусиках и распашонках. Или вот я бодики надевала, но я не застегивала. Потому что это элементарно неудобно. Ребенок ночью писает целый памперс. И это все давит на тело. Все это. Ну, то есть я понимаю то, что ребенку некомфортно. Нечего тут даже говорить. Я думаю, что вы тоже понимаете, о чем я говорю. Вот. Еще я покупала чепчики. Да, обычные чепчики на веревках хлопковые. Хороший вариант. Носочки тоненькие, обычные. Тоже хороший вариант. И из одежды я еще покупала теплые комбинезоны вязаные. Они там были. Я тоже приложу картинку. Два таких у нас комбинезона. Они шли в наборе с шапкой и с носками. Они нам быстро стали маленькие. Шапка и носки. Ну, зиму мы в них отходили спокойно. А уже вот весну. Я же, мне кажется, сейчас. Я подворачивала комбинезон за счет того, что он вязанный. Это, кстати, вот тоже очень удобный критерий. Покупать неформенный комбинезон, то есть вот где просто все зафиксировано. Есть такие вот флисовые комбинезоны. Они... Я думаю, что это неудобно, действительно. Потому что они никак не растягиваются. Ребенок там просто как игрушка, как кукла. И там даже вот нет места как-то пошевелиться, как мне кажется. Поэтому я покупала такие свободные комбинезоны. Они с добавлением шерсти. Они тянутся. Я, конечно, зимой их вообще подворачивала на несколько подворотов. Ручки и ножки. И мне кажется, что даже осенью вот прохладные можно будет все равно еще одеть эти комбинезоны. Потому что в целом они нам будут хороши. Размер у них был 56-68. Но, опять же, может, мне так кажется. У нас сейчас рост сколько? 64-62-64 сантиметра. Возможно, уже будут маленькие. Но, опять же, посмотрим. Вот. И конверт кокон. Я покупала тоже вот таких вот два варианта. Ну, тоже очень удобно. Но мы зимой как бы никуда особо не ходили. То есть во двор вышли. Я живу в частном доме. Вышли во двор в колясках. Подышали свежим воздухом. Они в этих конвертах. В комбинезонах. То есть я даже не знаю, как оценить. Ну, на выписку нормально. И все. Сказать, что это как-то было в эксплуатации у нас на повседневной основе нет. Также, как я сказала, пеленки толстые, тонкие. Я вообще не покупала пеленки. Они нам достались от моей мамы. Там пеленки хорошего качества. Довольно новые. Мы им пользовались. Также много одежды нам досталось от моего племянника. У меня родился племянник буквально за три недели до того, как родились мальчики. Он мальчик был довольно крупный. И рос он довольно быстро. Поэтому многое, что покупала его мама. Она стала ему быстро маленькая. Поэтому это все перетекало нам. Но я могу сказать, что вообще нет в этом острой необходимости. Действительно, мы даже не успели всю нашу одежду переносить. Она нам быстро стала маленькая. И мы носили там распашонки свои. И вот распашонки племянника моего. И многое просто лежало в стопке, в комоде. И все. То есть зачем тогда это все было покупать, неизвестно. Я покупала обычные махровые полотенца. По три штуки. Стандартного размера. Средний и совсем маленький. Тоже очень удобно использовать. Большое полотенце для душа. Среднее, например, чтобы подмыть ребенка в течение дня. Довольно удобно. Нам также подарили полотенце для душа с капюшоном. Это тоже довольно классный вариант. Особенно, когда в холодное время года. Когда все равно чувствуется, что дома сам стыло. Например, зимой, ранней осенью. Накрываешь головку хорошо ребенку этим капюшоном. То есть это тоже довольно удобно. Нам также подарили пледики. Плисовые. Я не помню, какого они размера. Может быть, где-то полтора на метр. Но это очень удобно. Мальчики их так полюбили. Зимой они спали просто в этих пледах. Всегда завернуты. Им было так комфортно. Они тактильно очень приятные. Даже я человек очень тактильный. Мне было очень приятно к ним прикасаться. А что говорить уже о детях маленьких, то как бы и нечего сказать. Также нам в ЗАГСе при регистрации детей нам подарили два обычных синтетических комбинезона. Они уже были, наверное, 68-го размера. Но мы их носили уже весной. То есть мы их надели. Но какое там качество, я думаю, что вы сами понимаете. Как бы я как мама, я бы такое не покупала детям. Теплые носки тоже нам дарили. И в ЗАГСе теплые носочки нам подарили. Две пары и родственники тоже дарили. Поэтому в обиходе тоже они у нас были. Так. Что еще? Наверное, из одежды до беременности это все. Это все, что я покупала. И 4,5-5 месяцев вот так я начала уже приобретать другие вещи. Это уже было лето. Тепло, жарко. Я покупала две панамки мальчикам на вырост, чтобы они могли их носить не только один месяц или лето там, например. Какую там половину лета. Они до сих пор немножко большие. Также я покупала опять тонкие носочки уже 6-12 месяцев, потому что ножка все равно растет. Комбинезоны я покупала 68-го размера. Одни с ножками, другие без ножек. Я буду параллельно прикреплять картинки, чтобы вы понимали, о чем я говорю. И в целом, я говорю, мне очень нравятся мои покупки, которые я совершала для мальчиков. Мне очень удобно этим пользоваться. Я уверена, что и мальчикам так же комфортно это носить. Также, что еще? Нам дарили футболки. Футболки – это очень удобный вариант. На самом деле, на лето ребенок в памперсе, ребенок в футболке. Больше ему ничего не нужно. Если там прохладно, надеть носочки, панамка. Все, это идеальный вариант на самом деле. Есть еще футболки. Нам дарили набор футболку с шортиками. Там были футболки на кнопочках. Вот здесь вот. Это тоже удобно, чтобы головку лишний раз не напрягать, когда надеваешь футболку. Вот. Также нам еще наша крестная дарила кофту и штанишки дополнительно. Это уже больше на осень, такую прохладную. Мы их будем попозже надевать. Еще у нас есть две спортивные кофты. Это больше, наверное, уже подарки. Вот. И, наверное, это все. Нам еще наша бабушка дарила два песочника. Песочники тоже, кстати, довольно удобный вариант. Но я бы выбирала, наверное, из более плотной ткани, потому что, когда ткань тонкая на кнопках, это все, кнопки очень быстро отлетают, и вещь приходит в негодность. Наверное, из одежды это все, что я хотела сказать. Я хотела также выделить памперсы, потому что это тоже довольно больная тема. Очень много памперсов сейчас на рынке, и тоже кажется, блин, как в этом во всем разобраться. Вот я скажу, мы пробовали памперсы. Йокосан, Марти, Миокия, Мами, Ману, еще какие-то Бэби Го. И самые лучшие памперсы, которые я пробовала, это Ману. Во всех размерах они очень хорошие. Я не буду причислять недостатки остальных, чтобы не вдаваться в подробности. Это не столь важно. Но для меня вот Ману были идеальны. Во всех размерах они... Там есть классная резинка сзади, они не протекают, они не становятся мокрыми снаружи, когда ребенок пописывает, потому что в остальных памперсах реально есть такой вот косяк. Когда ребенок пописал, и просто он лежит, например, на животе, и все просто под ним мокрые, хотя ничего не протекло, а это только памперс такой. Вот. Но я бы хотела сказать, и, наверное, хотела бы быть пропагандой многоразовых памперсов. Мы перешли на многоразовые памперсы и, наверное, в месяц 4 полностью. На пробу я покупала вот такие памперсы. Мне они очень понравились. Я заказала потом еще одни. Они идут набором. Вот эти шли набором. Один памперс, один вкладыш. Два памперса, два вкладыша получается. Но я потом покупала еще и другие обычные памперсы. Один памперс стоит 400 рублей. Я думаю, что для того, чтобы затестить и попробовать вообще понять, надо тебе это или нет, можно заказать такой памперс и просто его реально протестировать. Мне очень приятно то, что я забочусь об окружающей среде, потому что видеть вот эту вот гору мусора в виде использованных памперсов одноразовых, это, конечно, та еще боль. А многоразовые, это от слова реально, я думаю, что понятно, ничего не стоит объяснять. Многоразовые памперсы. Ребенок пописал, ребенок покакал. Вы это все постирали, помыли. Высушили и можно пользоваться памперсом снова. В комментариях на том же самом вайбросе писали то, что ребенок пахнет пописами. На самом деле, ничем ребенок не пахнет. Но разве памперс – это такой же элемент одежды, как и футболка. Ее просто нужно правильно постирать. Хорошо. И ребенок, и памперс ничего не будет пахнуть, и ребенок ничего не будет пахнуть. И вы будете радоваться жизни, потому что вы, как я, заботитесь в окружающей среде и экономите свои средства. Это тоже очень приятно. Конечно, это не идеальная альтернатива одноразовым памперсам. Но, опять же, смотря каким. Если сравнивать с памперсами ману, это для меня вообще идеальные памперсы. Но многоразовые они протекают, потому что не так плотно прилегает материал в таких памперсах, как в одноразовых. Ребенок может лежать на животе, он протечет. Ребенок ползает, он протечет. Но в целом сказать, что прям вот это прям вот как-то сложно этим пользоваться, я не знаю. То есть я считаю, что это прекрасная альтернатива тому, чтобы не покупать одноразовые памперсы. Вот. На этом в плане одежды все. Дальше я хотела бы вообще, я хотела бы поговорить о гаджетах, которые я приобретала для мальчиков, для себя в том числе, чтобы упростить себе быт. И погнали. Здесь, наверное, я буду называть категорию товара и сразу скажу, пригодилась, не пригодилась. И в целом вообще какое у меня мнение сложилось об этом. Влажные салфетки детские. Как итог, сейчас я пользуюсь обычными салфетками. Я поняла, что я вообще не вытираю мальчиков салфетками нигде ни под памперсом, ни лицо, ни руки, ничего. То есть я вытираю либо там какой-нибудь коврик, либо, ну, в общем, что-то вытираю. Там пыль от мальчиков, там грязь какую-то. Все. Тогда зачем детские салфетки, непонятно. Сейчас мальчики не так. Может быть, потом они понадобятся, да. Но сейчас у нас нет острой необходимости, потому что мальчики не ходят, мальчики на улице ничего не едят. Поэтому нет такого, чтобы они пачкались и приходилось их как-то вытирать. Поэтому я не вижу смысла. Дальше. Жидкое мыло детское. Мы им попользовались. Сейчас я подмываю мальчиков своим гелем для интимной гигиены. Он с довольно щадящим PH. Хороший гель для интимной гигиены. Я пользуюсь гелем я самая. Он мне очень нравится и по запаху, и по своей функции. И у мальчиков не было никогда никакого раздражения, никаких пятен, высыпаний, ничего. То есть, опять же говорю, я не вижу смысла в детском мыле тогда. Пеленки одноразовые. Это отдельная тема. Я вообще не понимаю, зачем я их покупала. На самом деле у меня до сих пор осталось, наверное, штук 5-7. И я просто не знаю, куда их деть, на самом деле. Не знаю. Я человек, как вы уже поняли, я заботюсь об окружающей среде. По мне намного проще использовать многоразовую пеленку. Я такие брала одноразовые. Я брала и на УЗИ, когда еще ходила беременная, и мальчикам что-то подстилала в кровать. Но я поняла, что это вообще бессмысленно. Серьезно. Можно взять обычную пеленку, потом ее постирать и дальше ей пользоваться, чем использовать вот такую вот одноразовую. Я, кстати, еще подкладывала под грудь, когда кормила, под вторую грудь, чтобы не протекало молоко сильно. Но, опять же, это неудобно. Она не настолько хорошо впитывает, как, например, обычная тканевая пеленка. Поэтому все это тоже стекало. Соответственно, я не рекомендую покупать такую вещь вообще и даже не тратить на нее деньги. Дальше. Гель для стирки детских. В целом я за. Мы стираем сейчас вещи и порошком, и гелем, и нету никаких раздражений. В общем, это кажется, что просто сейчас индустрия вот этого всего перешла на такой уровень, что в целом товары более-менее качества, они подходят даже и для детских вещей, и не будет у ребенка никаких вызываний. Ну, по крайней мере, у нас не было ничего. Дальше. Ватные подушечки. Есть такие подушечки. Я приложу, в общем, фотографию. Я покупала для ухода за детьми якобы. Да, опять же, я это все покупала по рекомендации из видео. Мне казалось, что да, в этом есть логика. Я это покупала. Там вытирать, умывать ребенка. Там, может, протирать попу или еще что-то. Ну, я поняла, что это вообще бессмысленно. Знаете, чем? Я сейчас этими подушечками пользуюсь только в своих целях. Чисто как ватные диски использую. И все. Дальше. Ватные палочки с огранчителем. Туда же. Я не понимаю, зачем я их покупала. Я ими сейчас пользуюсь просто как обычными палочками. Либо сама, либо для детей. Я не лажу никуда ватными палочками детям. То есть ни в нос, ни в уши. Я чищу только что-то внешнее. Если там, например, насморк, то это все у нас уходит в душе. Когда мы моемся в душе, это все распаривается, разогревается. И элементарно все под силой тяжести. Просто все само выходит. Не обязательно даже лазить туда. Поэтому я не понимаю, зачем я покупала. Не надо. Мне не пригодились. Ножницы детские. Этому товару я готова петь оды. Потому что это действительно... Вот эти ножницы, это очень классные ножницы. И я бы вам рекомендовала не жадничать и реально купить классные ножницы. Потому что вам придется ими орудовать чуть ли не каждую неделю. А то бывает и два раза в неделю. Очень быстро уйти так растут ногти. Очень. Как? Я не знаю. И поэтому надо стричь. Ножницы очень удобные, комфортные, классные. Мне понравились. Дальше. Расческа, щетка и гребешок. Вот такие. Гребешком мы сейчас не пользуемся, потому что волосы еще не такие длинные. А расческой щетки мы пользуемся на постоянной основе. Потому что мы моемся в душе. Я щесываю корочки. Элементарно просто я мочалю головы мальчика, мою уши снаружи. Это очень удобно. Поэтому я тоже да. Дальше. Детское молочко для тела. Я покупала вот такое бютхин. Хорошее молочко. Качественное. У мальчиков не вызвало никакого раздражения. Пятен. Оно у нас еще осталось на полбутылке. Мы им пользуемся. Оно не постоянно. У нас довольно хорошая вода. То есть она не сушит кожу. Поэтому нет необходимости, не было необходимости матать мальчиков на постоянной основе. Дальше. Судокрем. Классный крем. Я слышала отзывы, что не очень. И непонятно, зачем люди его покупали. Но нам очень пригодился под подгузник. Да. Какая-то обрелась. Какое-то раздражение. Мажешь. На среде ничего нет. Также лайфхак. Это очень хорошо. Судокрем очень хорошо помогает от укусов комаров. Если вдруг нету стика под рукой, то можно использовать судокрем. Дальше. Ожоги солнечные. Так получилось, что один раз мальчики у нас немного обгорели на солнце. И я тоже все мазала и пантенолом обычным, и молочком. Бютхин. Но у меня, ну как-то я не увидела результата быстро. Я подумала, если с судокремом попробовать. Потому что он настолько успокаивает кожу быстро в плане раздражений. И да, да, на самом деле нам помогло. Дальше. Конечно же, мы покупали клеенку на кровать. Мы покупали матрас. Мы покупали кровать. Про кровать я хочу снять отдельное видео. Потому что сейчас я немножко переделываю. И мне, например, очень удобно пользоваться этой кроватью. Я не буду спойнерить. Я просто сниму на эту тему в ближайшее время видео. Может быть, шортс. И вы посмотрите и сделайте свои выводы. Из того, что получилось. Так. Конечно же, клеенка, да, очень удобно. Постелил там под пеленку, под простынь. И матрас сухой. Дальше. Я покупала еще две присыпки. Опять же, я не понимаю особо зачем. Вот. Я пользовалась ими чисто так. Ну, потому что купила. Дальше. Я покупала ночник. Но это уже было после... Вот эти все покупки я совершила до родов. Потом я поняла, что когда мальчики родились, нам нужен ночник. Потому что у меня только один источник света в комнате основной. И ночью это не очень удобно. Я покупала ночник. Обычную лампу. Очень красивую. На мой взгляд. Мы пользуемся до сих пор. Мне удобно. Также я покупала матрасик пеленальный. У меня не было пеленального стола. Но я об этом думала еще во время беременности. А потом, уже как родились мальчики, я поняла то, что спина просто... Она просит пощады. И я заказала этот матрасик. Он довольно недорогой, но очень удобный. Я положила его на обычный свой стол, которым раньше пользовалась для своих нужд. И все. И это было очень удобно. Когда пока позволял рост мальчиков, комплектация и активность, мы пользовались этим матрасиком. Потом можно его, кстати, использовать чисто как пеленку или клеенку под что-то. Если ребенок примерно на кровати спит без памперса, можно подстелить и там ребенка положить спать. То есть тоже очень удобно. Я рекомендую. Дальше. Мы, конечно же, покупали коляску. Вот такую. Мы покупали ее на Авито. Изначально я думала покупать оригинальную, не бушную коляску. Но потом подумала, что как-то... Ну, просто назнулась такую же на Авито. И подумала, блин, почему нет. И мы ее ездили, покупали. Дальше. Я покупала комод. Я просто влюбилась в этот комод. Это единственная вещь, которую я покупала на Азоне. И я в него просто влюбилась. Не знаю, почему он мне очень понравился. Я решила его приобрести. Он довольно небольшой. Если так смотреть, у него ширина 800... Ну, я грубо скажу, 800 сантиметров. А ширина 400 или... Ну, в общем, короче, я приложу описание. Картинку. Комод реально очень удобный. Несмотря на то, что он небольшой, у нас туда помещаются все наши вещи. В верхнем ящике у нас лежат попузники. В нижних лежат остальные вещи. Пеленки, распашонки, одежда. Даже верхняя одежда там лежит. Это очень удобно. Я человек такой. Я не люблю захламлять. Я не люблю, чтобы вещи какие-то у меня были, которыми я вообще не пользуюсь. Поэтому для меня это только плюс. Маленький комод, в котором лежит ограниченное количество вещей, которыми я пользуюсь на повседневной основе, а не куча вещей, которые я просто даже не знаю, для чего они не нужны. Дальше. Про кровать я сказала. Также нам подарили ванночку. Но про ванночку я могу сказать, что на самом деле ванночка – это далеко не главный атрибут для детей до 6 месяцев. Я объясню, почему. И реально дети не пачкаются так сильно, чтобы набирать каждый божий день эту огромную ванну воды и там их купать. Мы их купали первые месяца два, наверное. Потом, когда они уже просто окрепли, они уже более-менее держались на руках, мы просто ходили в душ. Под мягким напором теплой воды дети моются абсолютно точно так же, им даже больше нравится. И сейчас мы на постоянной основе просто ходим в душ. Иногда недавно мы доставали эту ванночку, они там поклескались, покупались. Вот. Ну, не больше. Реально, может быть, можно там раз в неделю ею пользоваться. Но, опять же говорю, покупать. Если кто-то переживает по этому поводу, я думаю, что вообще не стоит ее покупать. Дальше. В плане игрушек. Я вообще не покупала никакие игрушки своим детям, потому что нам много игрушек досталось от нашего племянника. У нас тоже. У меня есть младшие сестры. У нас там были всякие конструкторы, какие-то тоже игрушки. Я их тоже сохранила, и мальчики потом смогут с ними играть. Но в плане погремушек я вообще ничего не приобретала, потому что очень много чего подоели нашему племяннику. У него был мобиль на кроватку. У нас такого, кстати, не было, и я бы не сказала, что моим мальчикам он нужен был. То есть я не заметила даже необходимости такой, потому что когда мы пробовали смотреть на него, ну, пробовали его, и не зашел вообще. Отклика не было на такого. Вот. Поэтому очень много было подарков, погремушек, всяких игрушек и так далее. И мы этим пользуемся до сих пор. Я покупала своему племяннику наш... Я не помню. А, на рождении. На рождении я покупала коврик с дубами вот такой. Я почему-то... Я бы и мальчиком своим покупала его. Но я поняла, что смысла нет покупать 3-10 штук. Да, зачем, если можно один. Вот. И тоже, как бы, классный вариант. Потому что во всех видео он был, и, как бы, как будто это такая нужная вещь. Опять же, да, вот этот весь-весь маркетинг. Вот. Поэтому я его купила, тоже классный коврик. Но сейчас мы, как бы, им не пользуемся, потому что мальчики ползают по ковру. И они могут его слюнявить, обрыгивать. И это дополнительно только работа. То есть непонятно зачем. Дальше. Пустышки. Плюс, конечно же, поиски, держатели для пустышек, сосок. Если вы собираетесь использовать пустышки в обиходе на повседневной основе, то нужно их купить заранее. Я этого не сделала. Почему-то я об этом даже не подумала. И наши первые пустышки, я бы даже сказала, что они нам пригодились бы и в роддоме. Но у нас их не было. Поэтому мы пользовались, как только мы приехали с роддома, наши первые пустышки были куплены в аптеке. По-моему, по 70 рублей. Наш папа побежал и просто в попыхах покупал эти пустышки. И они у нас были какое-то время. Потом я поняла, что это не самый лучший вариант для них. И я заказала вот такие классные вентовские соски. Они прикольные. Потом я увидела, что есть ночные. И это еще один лайфхак. Это очень удобно, когда есть ночные пустышки. Они свесятся в темноте и от перепада температур. И их сразу видно ночью. Это очень удобно, потому что не нужно там рукой искать или свет включать. Ты просто видишь, она свесится. Все, ты ее взял в рот, ткнул ребенку и все нормально. Держатели, конечно же, да. Потому что нечего даже говорить. Удобно, когда соска всегда на ребенке. Дальше. Потом я, конечно же, покупала им карточки медицинские. Но это в поликлинику. Когда мы первый раз ходили в поликлинику, мы узнали то, что у мальчиков не дай вес. Они вообще плохо. А точнее, никак не набрали вес за первый месяц жизни. Прям вообще чуть-чуть. И я в панике, прямо из самой поликлиники, я заказала весы электронные. Вот они, кстати, стоят. И мы ими пользуемся. Но мы пользовались тогда, наверное, до месяцев трех. На повседневной основе мы взвешивали. Это была, наверное, просто паранойя. Я очень испугалась за мальчиков. Поэтому я их купила. Классные весы. Я их рекомендую. Также вот так они выглядят в карточке товаров. Я оставлю артикулы под описанием. Все-таки, да, я посижу, это сделаю. Для наглядности, чтобы было понятно. И потом, когда уже мальчики начали нормально кушать, мы уже перешли на смесь. Мы уже перестали так пользоваться ими. Сейчас мы взвешиваемся, не знаю, раз в неделю, раз в две недели. Вот так. Просто так, для контроля. Чтобы знать, сколько весит ребенок. И все. Дальше. Также я покупала электронный градусник. И, наверное, это вся наша аптечка. Кстати говоря, спасибо, не знаю чему. Но нам пока что ничего не пригодилось из медикаментов. Хотя тоже как бы аптечка. Может быть, это плохо или хорошо. Я не знаю. Но я еще мальчикам не давала ничего, кроме боботика. Мне казалось одно время, что у них были колики. И боботик, он такой абсолютно безопасный. Поэтому я давала пару раз им боботик. Наверное, это вся наша детская аптечка. Ну и, конечно же, витамин D. Дальше. Я покупала бутылочки тоже авентовские. Не стала изменить соскам. Бутылки очень крутые. Классно рекомендую. Я сначала покупала самые маленькие. Потом уже, когда нам просто их стало мало, я заказала на другие побольше. Дальше. Шезлонги. Это очень крутая тема. Казалось бы, да. Хотя его не особо рекомендуют. Если смотреть, например, YouTube, их не особо рекомендуют. Как будто не естественное положение ребенка. Типа неудобно. И так далее. Вот. Но реально, когда у тебя двое детей, это очень удобно. Ты, например, одного покормил, на шезлонг посадил. Ты же не будешь его на руках держать, да. Потому что нужно подержать его столбиком, чтобы не срыгивал и так далее. Вот. Но ты можешь его просто-то посадить, поставить ему игрушечку. У нас был вот такой шезлонг. Он у нас в двух цветах. И это очень удобно. Изначально, кстати, все скептически к нему отнеслись. Когда вы подумали, нафига, еще одна там какая-то приблуда. И так у нас куча всего. Всякие там коляски, коврики, игрушки и так далее. А теперь, когда вот эти вот чехлы снимаешь и стираешь, такой думаешь, господи, где шезлонга? Куда посадить ребенка? Очень удобно также использовать как столик для кормления. Можно поставить прям рядом. Вот сидим за столом, например. Рядом поставил на диван ребенка на шезлонге. Все. Он с тобой сидит на одном уровне. Ну, либо на пол. То есть тоже как бы удобно. Поэтому я рекомендую очень эту покупку. Мне она очень зашла. Дальше. Из игрушек я покупала еще детям Юлу. Просто им очень нравится играть с неваляшкой. Вот этой. У нас есть вот такая неваляшка. Классная. Им она очень заходит. Если честно, мне тоже. У нее такой деликатный звук. По гримушке мне вообще не очень нравится. Но приходится им пользоваться. Потому что не нравится мальчикам. Вот. Я покупала Юлу. Это как бы тоже из той же оперы. Я подумала, что им будет интересно. Да, классно. Им нравится. Можно как бы развлекать их иногда. Это Ювой. Ну, опять же, под присмотром. Только потому что по-другому опасно оставлять. Еще у нас были прорезыватели. Но они шли, кстати, в наборе с шезлонгами. Классные прорезыватели. Кстати, тоже покажу. Они рядом. Вот они. Вот такие. Больше нам не нужно. Я видела еще есть набор. Там всякие бананчики, ягодки другие. Я поняла, что они нам не нужны. Это реально дополнительно. Чем больше игрушек, тем больше работы. Реально. Потому что, говорю, это все слюни. Это все срыгивание. Это все какой-то мусор. Это все надо много мыть. Всегда. И поэтому зачем? Если можно ограничиться определенным перечнем игрушек. И не париться даже. И создавать себе дополнительную работу. Вот. Дальше я покупала летом. Я покупала им спрейт комаров. Я покупала им такие есть браслетики. Тоже от комаров. Чисто так на коляску. Когда мы ходим в парк, например. Чтобы комары не кусали. Но они у нас до сих пор как бы остались. То есть я не скажу, что мы прям как-то постоянно им портивались. Когда выходили гулять. Обошлось как бы и без этого. Кстати, обошлось и без сеток на коляску. И без дождевика на коляску у нас обошлось. Как-то у нас очень удобно. Потому что, наверное, это плюс частного дома. Когда ты вышел только на улицу. Дети там на улице погуляли. Посидели, подышали свежим воздухом. Мы живем как бы не прямо в самом центре города. А ближе даже, можно сказать, к парку. И свежий воздух у нас на улице. Поэтому нет такой необходимости, чтобы прям выходить. Каждый день куда-то вот идти. Мы выходим там раз в неделю, в полторы. Когда есть такая возможность. И гуляем по несколько часов. Так, и еще я покупала мальчикам ковер. Огромный ковер. Вот такой. Очень удобная вещь. Пожалуйста. Я очень рекомендую. Он очень теплый. Его куда не постели. Даже можно постелить на холодную плитку. И лежишь на ковре. Очень удобно. Мягко. Я сама с ними там часто лежу. Иногда даже сплю. Пока они играются. Ну, это мамские будни. Ничего не сделаешь. Вот. И это очень удобно. Я очень рекомендую. Вот и все. Список подошел к концу. А нет. Я еще выделила смеси, кстати. Может быть, кому-то будет интересно. Изначально мы попробовали. Наша история какая. Мы были на грудном молоке сначала. Только потом. Из-за того, что у нас был недобор веса. Мы ввели. Мальчики просто платьют. Не слышу. Мы ввели кашу. Мы сначала попробовали нутрилак. Она нам как-то не очень зашла. Потом я попробовала нутрилон. Там есть такие вот банки для недоношенных маловесных деток. Мы такие пробовали сначала. Две штучки съели. И потом мы перешли полностью на нутрилон ели. И уже с шести месяцев мы перешли опять на нутрилак. Потому что мне просто удобнее это покупать. Потому что, например, в детском мире, который у нас есть, не всегда есть наша каша нутрилон. Ее приходилось заказывать в Альбересе или заказывать в детском мире и ждать. И это неудобно. То есть проще реально сходить и купить. Нутрилак есть всегда, как бы в аптеке, в детском мире. И можно его купить. Поэтому мы перешли на него. Тоже хорошая паша. Мне нравится. Вот. Вот и подошел список наших покупок к концу. Можете сделать свои выводы из того, что я сказала. А я сделала свои. В целом, говорю, вот если вот сейчас брать меня в роли мамы новоиспеченной, я бы, конечно, немножко по-другому подошла к списку покупок для детей. Но, тем не менее, все равно это опыт. И без него я бы не поняла, да, что распашонки и ползунки – это не самое лучшее, что может быть для детей. Вот. Резюмируя, наверное, хочется просто сказать, что не стоит, наверное, на этом зацикливаться. На покупках, на качестве каких-то игрушек, каких-то какого-то инструментария для детей. Потому что какой бы ни была навороченная игрушка или какая-то штука-дрюка для того, чтобы упростить себе жизнь, она никогда не заменит ребенку маму. И об этом тоже говорят на Ютубе в видео о том, что вы просто деток своих любите, и они это будут чувствовать, и им этого будет в цену хватать. Не переживайте, если у вас нет возможности купить что-то. Если вы хотите, конечно, вы это купите, накопите или найдете способ, чтобы это купить. Но тем не менее, помните, правда, что далеко не все гаджеты могут заменить ребенку элементарно мамины руки. Поэтому я вот даже анализирую, да, детки такие маленькие, они вообще ничего же не помнят. Вот возьми меня, к примеру, маленькую такую. Я не помню, что там было, в чем я ходила, что я ела, не знаю, в чем я играла. Но тем не менее, я просто знаю и по рассказам не только моей мамы, но и родственников, потому что я воспитывалась в любви, нежности, заботе. И поэтому, наверное, я как минимум, и поэтому я выросла такой. Поэтому вы лучше лишний раз позаботьтесь о себе, о своем здоровье, как физическом, так комментальном. Может быть, купить себе какие-то витамины или себе какую-то одежду, которая, например, вам будет упрощать жизнь, а не какую-то игрушку, ребенку. Потому что в таком возрасте дети действительно вообще не понимают, что это за игрушка, что это такое. И им вообще без разницы, с чем играть. И на этом, наверное, все. Я благодарю вас за просмотры, за лайки, за комментарии. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Очень приятно видеть эту цифру, которая увеличивается, кстати, довольно естественным путем. Я даже ни с кем не делилась тем, что я веду свой YouTube-канал, даже ни в какой своей другой соцсети. Просто дала возможность себе посмотреть, как это будет продвигаться естественным путем. Поэтому обязательно подписывайтесь. Мне будет очень приятно оставлять свои комментарии, обратную связь давать по поводу видео. Мне будет также очень приятно это все читать. Обязательно всем отвечу. Всем посылаю лучи добра и любви. У меня там плачут дети, так что я побежала. Всем пока-пока. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok